Тили-ти-ти-ти-ти-ли-ли-ти-ли-ли-ли. Слушай, ролик попал на глаза в ТикТоке. ТикТок. Интересная тема. Послушаем. А вы знали, что у здоровой женщины месячных нет? Здоровая женщина не должна истекать кровью. Ведь любое кровоизлияние – это желание отомстить на тонком материальном плане и на психосоматике. Женщина, которая живет осознанно, понимает, что выключая месячные, она запускает матрицу долголетия. Поэтому если у вас есть месячные, значит вы тяжело больны У 46% женщин месячных нет Так у кого же? У тех, кто на сносях, у югин, у веганов И у тех, кто их выключил И этот процесс совершенно не связан с деторождением Всего небольшое количество женщин, имея месячные, не могут зачать Главное понять, что они засадили вам эту матрицу старения злонамеренно Почитайте, сколько на ваших местах они поднимают денег Возьмите калькулятор прямо сейчас и посчитайте Сколько средств вы затрачиваете на гигиену Просто бизнес, чтобы вы выносили деньги из семьи И разносили этот мир, испытывая дискомфортные чувства вместо радости Вспомните, какие бури страданий в семье, когда у женщин приходят они Вспомните, сколько дней в месяц вы при этом остаетесь адекватно и расслаблены 5-6 дней идут менстры Два раза в месяц идет луна Вам нравится так жить? А вы способны взять контроль над своей жизнью и 365 дней в году Регулировать процессы и управлять ими? Начните познавать себя и узнайте еще больше о своих возможностях Смотри, вот слушаешь, да? Понимаешь, что человек как бы качается на качелях То есть, на самом деле, суть здесь... Ну, есть Есть? Да Вот сказать это ерунду, говорит человек, как бы нельзя сказать Да, но при этом конкретно чувствуется, что это как будто вот обратная сторона качелей То есть, вот мы сейчас мир, ну, образно скажу, мир качается на одной стороне качелей А она предложила вариант второй стороны качелей Вот смотри, из того, что резануло слух Здоровые женщины, кто не имеет месячные егини, веганы и на сносях На сносях Это факт, когда идет перекос по энергетике, это факт, когда идет перекос по энергетике, дает заболевание, нарушение гормонального фона, когда у женщины не вырабатывается яйцеклетка Почему? Потому что здесь нет осознанного управления выработкой яйцеклетки Пришел и сказал, допустим, там бензин качал, а вот сейчас я сюда воду залью Вот это другая сторона Автомобиль будет работать на воде И этот же двигатель, да, и запускает на воду И туда налил воды Это вот одно и то же И двигатель, да, погнет Да Шептаны, да Как вот именно Смотри, она говорит о том, что, да, можно сказать Можно сказать, вот месячные Идут месячные у женщины Это как болезнь, да И можно сказать, что мы сейчас живем в больном мире, да Но при этом ее предложение, не предложение, а то, что она говорит здоровое Это когда нет месячных Это тоже болезнь, да Это разрушение Это разрушение Смотри Это прямо при этом остановка чувствуется Остановка чего? Жизни А смотри, как за эту идею очень легко могут ухватиться женщины Которые находятся в периоде климакса Да Я управляю своими месячными, и вот сейчас их у меня нет И она сама себе обосновала и согласилась на климакс Да, все Вот оно разрушение и смерть Нет Вместо того, чтобы, особенно когда ты подходишь к возрасту, там, 45, 50, 55, 60 И у тебя еще есть месячные И ты говоришь, нет, ребята, я их буду держать Пока я не умею управлять Я буду держать автомат Я буду держать, поддерживать автомат Поддерживать, сохранять его По автомату у меня сохраняется кожа, лица, физическое тело и так далее Все то, что в дальнейшем обрушится в старении Вот, сохраняется жизнь Да, сохранение жизни Как только ты соглашаешься, что да, о, это да, нет месячных, это хорошо Ты соглашаешься на смерть, разрушение И при этом мы же знаем, если нет месячных, нет зачатия Есть месячные, есть зачатия Значит, здесь жизнь есть, она поддерживается автоматически Да А там жизни нет Вопрос лишь в осознанном управлении автоматом Вот здесь есть суть Для того, чтобы вклиниться в автоматические программы Мы же не регулируем свое дыхание, мы не регулируем сердцебиение А это тоже автоматическое Точно так же мы не регулируем месячные Это автоматически Точно так же, как мужчины не регулируют выработку своего семени Ему надо периодически его сбрасывать И это залог здоровья Если он не будет сбрасывать, у него будут проблемы с простатой И в дальнейшем напряжении разовьются заболевания Это заложено в автоматический режим робота-автомата Так живут люди 99,9% людей не осознают ни жизни, ни физиологии, ничего Более того, они ответственность за свою физиологию вынесли на подсознание И говорят, подсознание управляет моим дыханием, сердцебиением и всем остальным Здесь то же самое Но если ты не осознаешь вот это свое подсознание То вот так вторгнуться и сказать Я отказываюсь от этого Ну подожди, любой отказ в психике А ты заявляешь об отказе Это ты заявляешь о том, что ты это будешь делать сам И если ты не делаешь сам, то у тебя уже в этой жизни и дальнейшем пойдет в следующую жизнь Это отказ, отказы все идут как программы в следующую жизнь У тебя будут проблемы с деторождением Хорошо, давай возьмем по образу и подобию ее слов Возьмем, переложим это на дыхание человека Вот мы дышим автоматически Можно сказать тогда с ее слов, что мы дышим – это болезнь А вот не дышать – это здоровье Вот это просто один в один будет по ее, да? И что? Опять-таки, там, где мы дышим, есть жизнь Она поддерживается автоматически Там, где мы отказываемся дышать Мы умираем И это тоже автоматически происходит Это автоматически Вопрос лишь, как осознать автомат Как взять управление автоматом на себя? Когда мы отказались и вынесли все на Бога Бог, судьба, вселенная решает за нас все Высшая сила Высшая сила Кто угодно, только не мы Мы отказались и мы забыли Забыли, как это происходит Как можно управлять А управлять действительно можно Можно, но этому надо научиться Но для этого надо сперва осознать свое надсознание Свою жизнь Вернуть ответственность за свою жизнь на себя Своё подсознание Вернуть ответственность на себя За всё, за декорацией За леса, за погоду, за природу За здоровье За всё абсолютно Даже вот скажи Верни ответственность за погоду на себя Человек скажет Да вы больные на голову Нет, господа Замахнулись Нет, господа Если вы замахиваетесь на автомат На свой автомат Ну так верните сперва ответственность за всё на себя За все декорации, в которых вы живёте Вот вы вернули за это всё ответственность Да, вы осознали Не поняли, а осознали Что это всё полностью происходит в вашей психике И вы полностью это всё создаёте И вы после этого научились этим управлять И осознанно создавать Вот только после этого Можно трогать физическое тело Потому что если вы взломаете автоматические настройки В физическом теле Вы можете его потерять А без тела вы никто и звать вас никак А с поломанными физическими настройками Вы перетечёте в поломанное следующее физическое тело И будучи инвалидом И ДЦПшником Умственно отсталым Колясочником Кем угодно Вы хрен вообще придёте К этим духовным темам И к этим настройкам Но это равносильно Как влезть в настройки Вот вы купили новый автомобиль Крутой там И вы влезли И полностью сбили все настройки Или вы взяли мобильный телефон И полностью Всё сбили Чёрный экран И дальше Вы будете звонить по этому телефону Вы сможете ездить на этом автомобиле Нет Там всё сбито Потому что вы своими Шаловливыми ручками И тупыми мозгами Туда влезли Через понимание Но не было осознания Есть вещи в психике Которые трогать нельзя До тех пор Пока вы это не осознаете То есть вот когда вы это осознаете Тогда и трогайте То есть вам никто не запрещает Вы сами себе Себя не пускаете туда Потому что На сегодняшний день Не готовы Первоклассник не готов К высшей математике И если ему попытаться Объяснять матрицы И логарифмы Дифференциалы И так далее Он будет смотреть на тебя Дядя, а ты ку-ку Этого же нет Есть объективная реальность Вот пока в вашей жизни Существует объективная реальность В вашей жизни должны быть месячны Обязательно И выключать их Никто не может Кстати, и не может Не то, что не хочет Не может Потому что стоит защита от дурака В психике Вот он автомат Который необходим Мы уже Мы благодаря этому автомату Живем Благодаря автомату этому Живем уже много-много лет И перерождаемся Парадокс Роботы-автоматы Да И при этом Благодаря автомату Благодаря автомату Есть за что автомат Благодарить На самом деле Вот она Благодарность Когда ты осознаешь Благодарность Ко всему абсолютно Абсолютно, да Благодаря автоматизму Есть жизнь на земле Да Пока земля для вас Объективная реальность Да И при этом Этот автомат Существует до тех пор И для того Чтобы мы могли Развиться И управлять Этим автоматом Сами Взять управление На себя И тогда уже Другая игра будет Тогда уже Другая же И в другой уровень Но это не значит Что Вмешиваться Необдуманно В свое тело В свои В свою кровь В свое Короче Через медицину Нет Честно Про медицину Речь не идет Медицину тоже Надо взять На себя Как ответственно Взять на себя За все То есть За врача В котором Отражаешься За те мысли Которые врач Тебе отражает За те знания Которые он тебе дает В зеркале Которые ты не получил Без него Но благодаря тому Что тебе это интересно И ты заботишься О своем теле Тебе более компетентный Человек В зеркале Отражает эти знания Ты их получаешь И перевариваешь Да, при этом ты можешь Не слепо доверять ему А проверить Услышав Сам прочувствовать Сам проверить Как это происходит То есть не слепое доверие Но знаешь Вот люди будут слушать И следующий вопрос Который зададут А как же йоги Есть же йоги Которые могут Останавливать сердце И запускать сердце Есть йоги Которые могут В это вмешиваться На самом деле Действительно Вот это все Что касается сердца Остановки сердца И запуска сердца Очень классный момент В психике Наше сердце Бьется непрерывно То есть пульс Он непрерывен По природе своей Если у нас Правильный Инкарнационный цикл И если мы Автоматически Перетекаем В жизни В жизнь То есть мы В круге сансары И мы автоматически У нас тогда Пульс 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 Здесь заканчивается Пум И тут же уже В животе матери Следующей матери Уже бьется сердце Создается таким образом Иллюзия времени Благодаря пульсу На самом деле Времени нет И линейности Времени нет Но это отдельная Большая тема Опять-таки В психике Так вот Вот эта иллюзорность Достигается Благодаря непрерывности Пульса И йог Когда он вмешивается В пульс И останавливается Он проваливается В определенное Нирванное состояние Так называемое Состояние Внеинкарнационное Состояние Подвисания Вы можете Из физического тела Прожить состояние Нирваны Мы давали Как пройти Как попасть В психике Именно в те Глубины психики Где будет нирвана Они есть Эти состояния Их можно прожить Прочувствовать Прочувствовать Из физического тела Потому что Без физического тела Они не чувствуются И когда Ты теряешь тело И оказываешься В этих состояниях То идет Во-первых Время Исчезает И ты можешь Миллионами лет Висеть в этом состоянии И ты не иметь Будешь Не будешь иметь Больше физического тела И идет Глубочайшее Раскаяние И сожаление За потерю Физического тела И идет Дичайшая Боль 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 То есть Это болевые Состояния И если Ты из физического тела Прожил Это состояние То ты понимаешь Что нирвана Тебе нахрен Не нужна Туда ходить нельзя Это распад сознания И Плата За потерю Физического тела И поэтому Йоги возвращают Сердцебиение Обратно Потому что Вот эти нирванные Состояния Их можно прожить Временно И Вот когда ты их Осознаешь То ты начинаешь Ценить физическое тело Физическое тело Физическое здоровье Физическую жизнь И так далее Потому что Вообще По правилам игры Мы пришли в жизнь Мы пришли в игру Мы создали игру Если правильно говорить И это мы Это одно сознание Одно я И Оно отражается В зеркалах Таких же сознаний Которые есть Оно Оно отражается В себе В своих зеркалах И самое ценное Что есть Это созданная Материальная жизнь То есть Дуальность Вот это Выделение дуальности Оно только В нашей мерности И только здесь Благодаря Вот этому выделению Есть возможность Иметь физическое тело В котором Одновременно Соединились И разум И сознание И чувство И сознание Может быть Разноуровневое А может быть Чистое Вообще Не содержащее Информации И И Это все Достигнуто Благодаря Созданию Иллюзии Материального мира Выделению Материи Выделению Надсознательной Части И Обесценить Вот эту Игру В жизнь То есть Обесценить Жизнь Это Обесценить Себя Это Выключить Себя Обесценить Себя Это Разрушить Это Полностью Отказаться От себя И Зависнуть В нирване Зависнуть В пустоте И в ноющей Боли Потому что Скучно Потому что Нет смысла Потому что Нет сути И Это самое страшное Что может быть Обесценить Жизнь Это самое страшное Что может быть И В то же Самое Время Благодаря Жизни Мы Переходим Сознание Имеет Возможность Наше сознание Имеет Возможность Постигать Свои Грани И это Грани Любви Не нирваны И пустоты А именно Любви И это Достигается Через Благодарность Самому Себе И вот Когда Вот Ты Эти Состояния Проживал И можешь Разложить Как они Идут В психике То Ты Осознаешь Ценность Жизни Ты Осознаешь Ценность Физического Тела Ты Осознаешь Ценность Бытия И ты Считаешь Глупостью Любое Вторжение В психику Которое Может Повредить Физическому Телу Пока Ты Неосознан То есть Дать Обезьяне Гранату Легко Но Будут Последствия Если Обезьяна Подорвется Поэтому Вот Все Что Касается Настроек Физиологии Это Все Должно Происходить Тогда Лишь Тогда Когда Человек Полностью Осознает Работу Всего Механизма Это Господа Сложно Это Вы Уже Полностью Осознаете Что Вы Создаете Реальность Полностью Управляете Этой Реальностью Включая Природу Погоду И так Далее Полное Управление И Потом Вы Начинаете Управлять Своим Дыханием Потом Вы Начинаете Управлять Своим Сердцебиением Потом Вы Начинаете Управлять Своим Размножением Именно Физиологическим Выделением Яйцеклетки Сперматозоида И так Далее Хотя На определенных Уровнях Выделенная Программа Ума Может уже Контролировать Размножение То есть Сколько Мы хотим Размножаться Может Контролировать Дыхание Дышу Глубоко Дышу Поверхностно И так Далее Может Контролировать Сердцебиение Бегу Быстро Останавливаюсь И через дыхание Управляю Своим Пульсом И так Далее То есть Программа Ума Имеет Свой Диапазон Управления Но Если Вы хотите Встроиться В разум Который Управляет Автоматизмом То Господа Постигните Все остальное Это очень большой Объем информации А вот так С бухты Барахты Сказать Что кто-то Виноват И зарабатывает На твоих Прокладках И поэтому Я откажусь Отказывайтесь Все Откажитесь От месячных Нет Милые дамы Месячные Держим До последнего И не соглашаемся Сколько вы можете Держать И не соглашаемся На то Что Должен Прийти климакс Нет Ничего не должен Ничего не должен У японок До 80 Прекрасно Идут месячные И это Должно быть В вашем сознании Это залог Вашего здоровья Это залог Вашего физического тела И так Настроено Программное Обеспечение Автоматическое И это автоматическое Программное Обеспечение Завязывает В один клубок Программы Старения Пока У вас Есть месячные Вы держите Прекрасную Физическую форму Вы не стареете Поэтому Вот Вот эти Вот ролики Да Суть есть Смысл есть И он Значительно Глубже Но Вы туда Не дошли И хрен с два Дойдете за одну жизнь Во всяком случае Если не будете Идти туда Целенаправленно Вот Осознанно Целенаправленно Под задачу А все разговоры Про Ведьм Молодуней Югинь Югинь Это вообще Это отдельный пласт Вегетарианцы Это вообще Веганы Отдельный пласт Неосознанных людей Полностью Неосознанных людей Которые Обесценили Жизнь Обесценили Тело Обесценили Знания Не пытаются Искать Знания В себе И так далее На эти темы Можно отдельно Поговорить Мы покажем вам Где неправы Веганы Где Заблуждаются Югини Про йогов Я молчу Потому что Для йогов Йога подходит Для мужиков Подходит йога В силу Их определенной Ограниченности Природной Ограниченности А для женщин Нет Для женщин Нет Женщина Занимающаяся Йогой Она себя На самом деле Вводит В рамки Границы Мужские Это так Мужские Да А мужчина Ограничен От природы Своей Женщина Целостно По природе Мужчина Ограничен И одевая На себя Вот эту Мужскую Ограниченную Часть Она отказывается От женской Часть И вот она Имеет Проблемы Стеторождением Все очевидно Все настолько очевидно Блин Это вот просто же Девчонки Вы просто Задумайтесь И хоть немножко Ресурс мозга Поиспользуйте Не на 5% А на 7 Или на 10 Все станет Просто Блин Кажется Простые вещи Раскладываешь Они такие Очевидные Если вы Не верите нам Вы имеете Право Не верить нам Погрузитесь В себя Зайдите Загипнотические Состояния Не в гипноз А загипнотические Состояния Состояния Просоночные Когда вы Просыпаетесь Состояние Мы их называем Инфодайвинга Потому что То что назвали Парасом Намбулизмом То есть сделали Сон во сне Позволяет Человеку Заснуть Дважды Глубже Нам надо Нам надо Проснуться В загипнотических Состояниях Мы просыпаемся Загипнотические Это в чистое Состояние В чистое Искреннее Состояние Прозрачное Состояние Это вот Утренние Часы И вы Точно так же Услышите Эти же Знания Себя Которые Мы вам Выдаем Это Ваша Психика Скажет Любому Человеку Любому Зеркальному Отражению Именно поэтому Кстати очень часто Люди Слушая нас И Говорят Вы такие вещи Говорите Что просто Внутри Слушая вас Ты просто Знаешь Что это так Да Потому что Это знания Которые в нас В каждом из нас Соложены И это всего лишь Слышать себя Научиться Слышать себя Чувствовать себя А это Об искренности О прозрачности О частоте О просыпании Вот об этих Утренних часах И заметь Под нашими роликами Очень мало срача Да Один-два Безумных Могут написать Что-то И то Поначалу Впервые ворвавшись На канал А потом Когда зависает Человек чувствует Что да Это так На самом деле И есть Поэтому Вы просто В себя Окунитесь И задайте себе Вопрос Готов я Вот к таким Жертвам И к таким Более ранним Сменам Физического Тела Я и здоровья Или нет Это о разуме И вы услышите Ответы себе И ваши ответы Совпадут с нашими Сто процентов Потому что Одно сознание Одно я Будет Говорить Одну и ту же информацию Конечно Конечно Третий Вот Продолжение следует...